Земельный вопрос актуален для жителей бывшего военного городка Монина. Многие участки были выданы еще при советской власти и сейчас при передаче земли на баланс муниципалитета возникает множество нюансов. Так, на прием к руководителю администрации Щелковского района обратилась Надежда Мордовская с просьбой помочь оформить в собственность честно заработанный участок. Дело в том, что изначально, как говорят юристы, мне должен был этот участок оформиться в собственность. Мы многодетная семья раз, переселенцы с севера два и ребенок-инвалид в семье три. Так, в рамках личного приема руководителя районной администрации в городском поселении Монина тема земельных взаимоотношений стала одной из основных. К решению проблемы подключился и председатель районного союза садоводов Анатолий Штоколов. Отключу юристов, отключу гагарцевых инженеров, изучу проблему. Почему? Потому что у нее полное право получить земельный участок бесплатно. Самой мой советник вот здесь, да? Я ему поручил, чтобы он, истоя из того, что сейчас довел для вас информацию о преступлении работы, изучил ситуацию изнутри. И, соответственно, можно приготовить мне предложение, каким образом начать вопрос о бесплатном представлении вам из-за участка. А вот проблема некоммерческого партнерства «Монинский земледелец» масштабнее. Более 4 гектаров земли получили семьи военнослужащих еще при действующей военно-воздушной академии. Некоторые живут на выданных участках уже более 30 лет. Однако при оформлении земли и передаче ее на баланс муниципалитета от Минобороны возникли ошибки в оформлении и, как следствие, существенные проблемы. Дошло до того, что развивать инфраструктуру на участках жителям пытается запретить прокуратура. Сейчас идет суд. Руководитель районной администрации дал поручение поддержать жителей в этом процессе по всем вопросам. Господин Демченко берет на себя ответственность помочь вам во всех судебных процедурах. Мы видим, что здесь непростая ситуация. Был приказ подписан за министра обороны в отделении земельного участка. На данный момент законодательство поменялось, и некоторые коллеги решили им больше не помогать. Мы изменим эту ситуацию, дойдем до любой инстанции управления, и регионального, и федерального, для того, чтобы вопрос был бесспорно решен в сторону офицеров и их семей, которые хоть сейчас скажут в запасе, а в отделении земельных участков. Рассмотрели на приеме и стандартные для любого муниципалитета вопросы благоустройства. В поселке лесные поляны, большинство дорог грунтовые. Есть проблемы и с освещением. Оказалось, подрядчик на выполнение работ уже найден. В этом году коллеги уже спланировали, сейчас будет освещение, это будет сделано. А в следующем году перейдем к тому, чтобы дорогу в норматив состоянии привезти. Также обсудили в рамках мероприятия вопросы комплексного благоустройства микрорайонов поселения и материальной помощи жителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Александр Гранич, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково». Отберут их.